йоу-йоу-йоу всем привет это канал базука мы продолжаем проходить игру control это версия для ps5 с улучшенной графикой а в прошлой серии мы вот сюда дальше не пошли остановились так как время по серии нам уже не хватало сегодня мы продолжаем и идем вперед дальше узнавать что же получилось гену что такая жизнь почему она стала директором ну-ка пошли к вон так а у нас тут не так много ага сейчас надо еще вспомнить давно что-то не выходили видосы у меня на канале просто чисто честно сказать не было времени даже вот не грамотки ничего записать даже не грамотки что-то поиграть даже просто для себя не для канала так что вы меня извиняйте но вот продолжаю нашлось время немного продолжая записывать так вероятно бюро контроля я вижу твою жуткую доставку с зубами и достаю тебе мертвого пса да именно настоящего мертвого пса у него был ошейник и все такое он гнил в этой коробке с тех пор как его туда засунули ну же представь себе какой там был запашок поэтому не но и мне тут мне бы хотелось взглянуть на порачивающих интересно что это за фигня вообще тут за фигня что за пусты какие-то и псы ну я понял что мне там ждет так все нам сюда некуда пойти да здесь лифты куда лифты кстати тут программа по сбору идеального кандидата транзитный коридор так а здесь больше не туда да ничего больше не вычитать не посмотреть не найти все один единственный путь это вот в эту дверь получается да не понял это тут тупик а тогда куда и зачем это шел ну-ка путевой лист так путевой лист амс вы ноу инвентарный список полученных материалов по сфер материал похоже на камень спекшаяся в стекло почва штук разных размеров и цветов скелет животного возможно собаки ржавое железное ведро кожаный кошелек дороги для откладка твое все материалы отправлены в сектор расследования для для дальнейшего анализа и титая куда ждать что идти а вот лифт на кнопку через поехали откуда ты там взялся засранец получай я вас больше не мы сделаны были идеальными кандидатами для экспериментов конечно мы отличались друг от друга на обувь своего рода своего рода камера интересно зачем я выбралась или это все дома в роли директора всего лишь очередная клетка на самом деле тут что-то решает так хорошо поворотная платформа мс в ординарию программ подбору дельно кандидата служба безопасности как тут у нас все очередь так это . контроля а здесь что урон броне от оружия мод оружие заполненным опять не ту кнопку все время забываем от оружия заполнен надо 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 почистить надо почистить это это как выглядело это выглядело вот тогда наверно у нас тут есть сюжет второго уровня исключительно для культируйте население огня заряд вас такого нет кстати так давайте посмотрим что есть 2 и через треть вот 2 можно вот это разобрать забрать хорошо так я вижу там ящик туда пока не пройти сейчас мы здесь точку контроля возьмем чуть-чуть в той серии могли бы дойти все-таки до точки контроля да и чуть-чуть мы не дашь никогда ну ладно ничего страшного сейчас мы ее возьмем все изменится опять все вернется на свои места отлично отлично так нак собой нью-йоркский нью-йоркская подземка что ли мы возвращаемся ну конечно здесь все началось теперь никогда не закончится так значит нас есть дверь туда есть проход туда сейчас глянем что мы можем улучшить может быть мы сможем улучшить оружием сконструировать сконструировать подождите а улучшить да так осколки вот кумулятив это получается то что мы сейчас с ним бегаем заряд давайте кумулятив лучше мы часто им пользуемся да давайте его лучше получается у нас теперь у кумулятива есть еще одна ячейка посмотрим что мы можем в нее вставить у нас есть третьего уровня урон при попадании в голову масштабирование урон при низком уровне здоровья плюс 49 масштабирование плюс 13 урон при прицеливании скорость перезарядки урон при прицеливании так я бы поставил сюда честно сказать честно сказать я бы наверно поставил урон при прицеливании потому что мы же прицеливаемся в голову конечно мне кажется редко я попадаю вот урон при прицеливании пускай еще больше урон наносит в принципе не так уж и полох урон наносит так все у нас там они чё а вот ничего шички тут нет хорошо просто вот нет описание что здесь ой 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 нам туда рано нам туда она точно мы туда пока не можем пойти хорошо понятно так получить доступ в зоне амс в ординариуме поворачиваю поворотную платформу с рельсами амс амс так пока не очень понимаю наверно вниз а вниз там все польза жидко амс 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 я там летаю вряд ли нам вниз а нет похоже на вниз так а здесь какая-то операторская надо поискать должен быть наверно какой-то переключатель который двигает эту платформу а вот он наверное да она начала двигаться хорошо прочитаем рабочий чат так федеральное бюро контроля угадайте кому просто нужно было проверить входящие поставки например сотни маленьких крошечных коробочек мне водкам и вы знаете что находится в каждой из них одни человеческий зуб чертовски круто не поворачивать что-то мешает все мы нашли что-нибудь это же фигня по-моему не убиваешься не убивает так а здесь еще что-нибудь есть что-то полезно о точно ящик есть надо его открыть быстренько более на смеси не хватает так персональные моды это персональные моды сейчас почистим так можно вот это вот сразу разбежать потому что у нас есть уже четвертый уровень это соответственно у нас есть энергетическая стоимость уклонения 3 есть 15-18 а можем две поставить ну ладно пока 2 хватит я думаю сейчас потом будем смотреть чего не хватает так просто забираем и уходим так я правильно понял что я перед повернул эту платформу нам открылась дверь да я правильно понял здесь у нас есть огневестик собираем здесь больше ничего нет так что амэс в ординариум но это нам туда и нужно амэс в ординариум полная тишина полная а у тут есть кто как это летучая мышь о всего того какая решил мне тут испугать наколоть да меня не проведешь лишь директор так теперь чем здесь вроде бы нет ничего вроде бы они это он смотрите а как туда попасть не здесь не попадешь никак туда так и здесь есть если здесь мы откроем хорошо заберем материал это пригодится смысле так воды я не пока не понимаю как туда попасть но запомним что здесь у нас был ящичек наверно в нем что-нибудь хранится очень нужное очень важное очень нужное и очень важное у нас какая-нибудь фигня хранится купона самолет или вертолеты самолет кстати внизу по-моему внизу там по-моему был энергетический блок такой же ну-ка пойдем к сходим туда его все просто тут просто нужно было сломать стену и блок тут не при чем так о мод оружие усиление взрыва заряда ладно потом посмотрим как забираем от собой наверное это нам там пригодится просто эти блоки там лежали тут ящиков столько вообще так здесь лифт а это что транзитный коридор амэс в ординариум просто вызвать выставить подачу напряжения для лифта все понял то есть нам нужно туда установление энергии скорость восстановления энергии плюс 40 это персонально персональную моды тут у меня здоровье прибавляет до сих пор не могу что-то поставить здесь лучшим эффективностью вертки нет здесь на здоровье бы тоже поставить бы что-то восстановление здорово здоровье за каждый подобранный предмет энергетическая стоимость метания тут просто здоровье плюс 23 мне добавляет да получается так хорошо ладно давай вот это разберем заберем все тут восстановление энергии ну-ка посмотрим плюс 40 а у меня 41 ладно мы оставим этот мод пока потому что у нас были на чем и здоровье как молотки как питание установлена поглянем все здесь еще ничего здоровье мало почему я не понимаю где он и там было здоровье валялась здесь по моему здесь не зумит это же куча здоровья подобрать вот так уж получше за дальше я не пойду там еще было но будем тратить время пойдем вперед этого хватит что кого нибудь убьем и здоровье свое подберем так ну все лифт восстановился восстановился поехали найдите предмет силу диапроектора фу блин приплыли парню оба это зарядка это зарядка оперативный код чего-то там кто такой вообще был у него хп что много был так усиление щита щит плюс 41 это тоже энергетическая стоимость щита сила щита первого уровня что он тут делает вообще так здесь я видел по моему была запись какая-то да прочитаем так запрос на обследование измененного объекта обломки самолета данный самолет был привезен с частного аэродрома расположенного где-то там в центре на тедали мы подозреваем что он связан с мс и проверяем его на измененные свойства самолет данное время находится в транзитном коридоре сектор содержания куда он был доставлен через спецветку нью-йоркского метро для подробной информации о туннеле связи с людьми получается вот этот самолет который мы там видим тоже является предметом силы ничего хорошего я сказать по этому поводу не могу потому что здесь все грубо говоря является каким-то предметом силы так амс в ординарию это сюда еще не заглох все же забыл вообще пацан эффективность метания так это у нас как выглядит вот это эффективность метами минус 10 это вот это вот было нас по-моему такое есть уже он заберем вы слушаете ночную америку 20 лет проливающую свет в тени так на это просто музыка хорошо не надо нам этих музычек ваших давайте прочитаем вот об ординариуме что такое ординариум в общем ординариум ммс 24 сводка событий в городе ординариум произошла мс вызванную предметом силы диапроектор код о о р 15 обнаружен местными детьми на свалке за городом при использовании в диапроекте определенного набора слайдов проецируемое изображение открывает порталов другие измерения дети использовали различные слайды что привело к исчезновению всех взрослых жителей города реагирование на события 30 августа 2002 года дион фейден 10 лет смотри материал и 6 и его сестра джесси фейден 11 лет смотри материал и 7 нашли на местной свалке выброшенный диапроектор для более подробной информации смотри файл дела о о р 15 презентации дарлинг команда по главе с директором тренчем и доктором дарлингом прибыла на место 14 сентября мая завершилась на команда нашла детей фейден которые привели где проектору и слайдом которые были все сожжены за исключением одного команда пыталась задержать парочку но джесси сбежала в городе было обнаружено 17 выживших все они были допрошены и протестированы смотри интервью какой там и файл программы идеальный кандидат так значит все мы поняли в чем дело да мы поняли в чем дело то есть получается они начали для проектор посмотрели слайды после чего исчезли все существует любопытная корреляция с еще непостижимыми силами в том числе наш мир форме альтернативы мировых событий эти силы отяготят характеристики чистый пистолет телевизору дом с привидениями поэтому очевидно что человечество влияет на этот процесс наша коллективная бессознательная своего рода карта нас есть ключ но мы не знаем как им пользоваться мы создаем эти архетипы через повседневную жизнь популярную культуру городские легенды но наблюдаем и влияем на сложную систему в действии мы можем изменить вероятность превращения предмета в обместилище этих предметов просто подумав о них но мы не можем контролировать результат и все же есть нечто уникальное в нас в наших снах в концептуальной реальности подпитывающей нашими умами в чем причина и каков эффект вернемся ли мы отправной точкой этого или просто необходимым злом побочным продуктом отражением проекции мы не будем пытаться найти ответы на эти трудные вопросы если не умрем опять бред какой-то так м с в ординариуме в м с в ординариуме город пропер свидетельские показания джесси и я последовали за говнищами за говнищами до пещеры их там было много им присоединились и другие ребята из города это было реально страшно джесси схватил диапроектор и мы побежали так быстро как только могли они преследовали нас я упал и поранил колено джесси пыталась помочь мне но говнища не отставали они практически схватили нас но затем появился не у него похож на собаку на расплавленную собаку но я узнал что это он не много раз говорил о том что ему не нравится быть мальчиком из-за того что том он постоянно его бил думаю он ему нравилось быть собакой так это джесси фейден говорим или диван наверное дион проектор не выключался поэтому мы заменили слайд на руку я сразу услышала ее она обещала помочь а это джесси говорит как раз здесь сказала что мы должны называть ее полярист это потому что она делала звезды в школе это уже диван говорит интервью 2002 года экстраполированная информация дополнительный слайд обозначение рука 36 подтверждена и находится распоряжение бюро не подтверждено существование пара естественной сущности обозначение собака нил и 19 930 так получается какой-то стоит единственный который всю эту фигню переводит здорово силение скорости заряда скорость боеприпаса надо бы взять так так что у нас тут еще записи этап 2 пещера след хио и следы свидетельские показания после произошедшего в школе смеси честер мы начали следить за том и узнали где он прячет диапроектор это диван говорит да диван фэйден интервью 2002 года то мы его по трагоге это использовали пещеру след киев в качестве своего штаба вот где находился диапроектор они использовали слайд храм так мы его называли хотя по правде это была какая-то развалина из бетона типа склад или бомбоубежище или чего-то еще в таком роде очень темно там жила не мать вместе со своими не знаю как их назвать детьми детенышами она кормила том и других своим молоком они превратились маленьких монстров мы называли их говнищами джейси фейден терапевтический сеанс 2010 года степилирована информация не подтвержденное наличие дополнительного слайда обозначение храм утвержденное существование про естественное сущное обозначение не мать единственное чай не пойму они сейчас тут вот значит сказали что джейси джейси сбежала от них но как она могла сбежать если у нее брали получается какие-то показания свидетельств и то есть они и потом поймали что или как или она сама пришла почему они забрали диона тогда если она к ним пришла давать эти показания будет дом а чё там делает дом на ту а там телевизор а дом где здесь где дом понятно дом весь год на спадах дионов и бывшего и 6 родной доктором корой вон вопросы соответствуют пятой версии психологические оценки по гуннерсу вы готовы дилан тогда начнем общите одним словом окружающий вас мир где каспер сегодня доктор дарлинга нет здания он никогда не выходит он не хотел приходить до он не заходит со времен робертса скажи дарлингу я не виновен я не мог это контролировать но теперь но теперь не могу я научился скажешь ему вообще одним словом окружающий вас мир тюрьма холодная пустая тюрьма даже стены головы какой следующее часов последовательности 3 6 9 12 15 18 какой сегодня день откуда мне черт возьми календарь мне никто не давал в лесу вы находите кролика он дышит но не шевелится крови не видно ваши действия оставлю поподробнее не имеет значения кролик ненастоящий чего ненастоящий какой сегодня день тебе нравится задавать вопросы на которые нет ответа это то что побуждает вставить по утрам что ты мечтала делать будучи маленькой перепутанной девочки можете описать собаку в ординаре нас был товарищ носатый нил и дальше покатилась татарары но ты в курсе носатый нил превратился в собаку или в нечто типа собаки какой завтра день отвали я не знаю никакого календаря не откуда мне мать его знать где он спокойно отвалитесь чтоб ты дерить тенки каспера ты пшает старый урод ты оправдывал сюда я пока был потому что слишком боюсь меня где каспи охрана пришлите группы мне нужно психону где он нормально нормально он там эту девочку бы наверно распилил бы так что здесь происходит давайте зачистим . мальчим добежали уже до 2 . так что исчез там этот дом не он там дом так и не все за дом еще откуда он там парня вперед узнаем так так здесь записи здесь что-то открывается давайте запись сначала прочитаем так этап 1b свалка свидетельские показания это тот же самый амс в ординаре второй слайд назывался лук лук но это был всего лишь голый участок земли слегка заросший сорняками на нем была хибара и телефонная линия там поход цветами это был мощный опьяняющий запах там нам приходили безумные видения наверное это из-за запаха мне это не нравилось не нравилось терять контроль виде них все было расплавленным и очнувшись мы увидели что вокруг диапроектора все было расплавленным тоже джейси фейден терапевтический сеанс 2010 года ну это было по душе мы узнали что он приходил туда сам все чаще и чаще потом том вы бы из него тайны нашел диапроектор он вместе со своими хмырями забрал джейси фейден терапевтический сеанс 2010 года мы думали что не у потерялся на лугу когда там поменял слайд но это не то что произошло диван фейден интервью 2002 экстраполированная информация не подтвержден наличие дополнительного слайда обозначения на лугу на лягу или а так что-то непонятно может быть я сейчас увидите посмотрим что у них есть об ординариуме папа они вот создали здесь все наш дом школу деревья палку так это то есть макет города на что он наверно помечен красным одислав а ну вот слалка так понял ну че началось то так ну и и и и и нашли диапроектора на свалке они вы создали свалку тоже может проектор находится тут так усиление взрыва заряда эффективность щита давайте чем-нибудь опять удалим энергетическая стоимость считаем чистая сметания ой я что-то уже не знаю чего удалять уже что давай так тогда так усиление взрыва заряда как он выглядит картиночка усиление взрыва заряда у нас такой есть так это получается у нас второе этом еще пойдем больше будет все подобрали так что есть тут еще поживите чем о и записи так этап 3 средняя школа свидетельские показания томестом и остальные остановили становилось все хуже страшнее учительницы математики миссис честер пыталась заставить их слушаться и они бросили в нее рояль переломав ей ноги потом то как трояль кинули потом том проломил ей голову пока миссис честер она всегда мне нравилось мне нравилось мне нравилось математика дилан говорит это 2002 года это был переломный момент это был повелитель муха в самом жестоком его проявлении повелитель муха сочи в фильм такой про если кто не знает это про детей которые попали в шторм и остались одни на небе тайм острове без родителей взрослых один был взрослым но такой но фильм кому будет интересно можете гляночка это не реклама просто советую я смотрел в детстве и плакал чуть-чуть и посмотрите сейчас прикольно зайдет может кому-то так взрослые осознали что-то что было не так прибыла полиция буквально вытащила тома и филга вместе с другими то морал что не мать заставит их всех уйти они ввели комендантский час для каждого ребенка в ординариуме мама и папа были в бешенстве задавая нам вопросы о свалке обо всем я помню как мне хотелось чтобы они ушли как говорил том когда мы проснулись на следующее утро почти все взрослые просто исчезли это была моя вина я я не знаю чесифриды экстраполированная информация подтверждено что исчезновение бог большей части население ординариуме связано произошедшим из-за диапроектором м и мы что-то я уже забыл как кмс это переводится на клетку там маникулярная чё-то там данные тропологическая маникулярная эффективность метания минус 16 у нас есть минус 17 как вот допустим жалко жизнь нельзя вот просто подобрать вот допустим ее чисто для того чтобы разобрать куда-то улетела просто вот как бы не разбирая вот этого вот всего просто эту подобрать штуку да и все я даже не знаю уже чего разбирать тут скорость захвата массивская стоимость да вот это разберем ничего не помещается говоришь что когда проходишь в дом своего детства мне кажется маленьким своем на миниатюра так и есть вот эта свалка да получается дом я свой разнес уже мы не прочитали куда идет дорога так свалка ординариума поворотная платформа транзитный коридор так на свалке там они говорили что будет все значит на свалке поворотный коридор это нас выведет обратно наш последний разговор вы упоминали стих от психиатр томаса зейна да джейс отвечает за тени ты стоял здесь ты чудесно освещен я пыталась мне не удалось найти поэт с таким именем только европейского режиссера переехавшего сюда в 60 по имени томас что я не неважно стих очень вам подходит тому как всегда чё-то там возможно вы сами его написали я не помню неважно несколько раз вы упоминали что вам кажется будто часть вас отсутствует поговорим об этом ясно да уж это так я чувствую пустоту тоску почему-то что кажется я потерял для вас естественно чувствовать себя так ваш брат и ваши родители мертвы нет нет где он не мертв и это даже не то вы имеете ввиду воображаемого друга из детства полярис она вернулась после долгого отсутствия она зовет меня во сне она показывала мне разное джейси это был реально реальнее всего таким же реальным как и произошедший в ординариме промышленная авария в вашем родном городе который вызвал по вашему полярис полярис нет это не было аварии не было промышленной аварии причины не в полярисе она спасла меня и диона нет это было прикрытие правительство об этом известно там были агенты агенты из я не знаю точно откуда они они взяли диваны они я найду я не перестану искать полярис хочет чтобы я поехал в нью-йорк там есть здание скоро мне нужно ехать я должна быть там точно в определенное время что-то произойдет что-то очень важное джесси мы не выпустим вас пока вы не поправить а это начинается понимание того что реальное и что воображаемое так ясно вот вот не понимаю я как так то есть она сбежала что летних то есть они обслуживание крупной целью новую данную игру то есть она сбежала что ли они ее все равно поймали она от них тоже сбежала и потом обратно вернулась сама чтобы отходила усиление урона плюс 47 нифига себе это куда такое усиление вообще идет так картиночку запомнили это вот это вот тоже усиление урона урон при прицеливании урон вражеской броня штабирование вот это вот разобрать ну-ка чё за усиление урона у урон смотри плюс 47 урон при прицеливании вот это ставим хорош так а здесь чем можем заменить это у нас тут стоит урон после убийства плюс 58 урон при попадании в голову 69 можем поставить больше ничего тут все разобрали уже урон вражеской броне броню я и так сбиваю скорость перезарядки стоимость боеприпасов за выстрел ну а напускай пока так стоит так что у нас тут еще еще есть что-то прочитать о сколько же тут все они начитались прям ординариум подробности в значительной степени основанная на интервью проведенных сделанным фейденом для получения сопутствующей информации а также сеансов терапии проведенных джейси фейден и косвенных доказательств обнаруженных на места в ординариуме обратите внимание на то что свидетельство всех трех источников содержит противоречивые данные пример дилан фейден заявляет о том что существовал 8 слайдов для диапроектора джейси фейден упомянул 9 бюро обнаружил один неповрежденный слайд обозначение 36 и обгорел остатки шести других к сожалению эти слайды слишком сильно повреждены для того чтобы можно было использовать диапроекторе предполагается что именно джесси фейден несет ответственность за сжигание слайда примечание доктор дайлинг приказал доставить содержимое всей городской свалки ординариума в бюро для изучения и анализа в надежде найти дополнительные слайды и другие измененные предметные материалы из-за ограниченного пространства в секторе расследования это мэйс будет расследоваться все все не всю свалку сюда доставили чтобы это следовать они собрали всю свалку и сюда доставили я так понимаю я туда сейчас убеден на эту свалку наверно ну точно свалка ординариума да они сюда привезли всю свалку они перенесли сюда весь мусор со свалки прямо в центр нью-йорка и никто ничего не заметил просто невероятно действительно как я и говорил вот невероятно не взяли просто всю свалку перенесли так уведомление распоряжение доктора дарлинга все работы на свалки ординариум должны быть немедленно прекращены ресурсы будут направлены в отдел подробности вы получите позже в конце месяца это область будет изолирована заверите все личные вещи до этого времени любые слайды такие как диапроектор который вы найдете на месте необходимо срочно доставить доктору я стану тут короче искали этих слайдах думали что они смогут до я так понимаю сейчас туда если вниз спущусь ну да даже не надо понимать движуха сама с собой началась он залетает а кумулятивное усиление огна урон при прицеливании это мод оружие это кстати вот для кумулятива я не знаю уже черт забрать вот просто не знаю давай вот это разберем скользкой зарядки ой 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 так кто там в шпалях да ё-моё джесси и не успел просто собрать не успел собрать здоровье чуточку не хватило совершенно так и мы чё мы далеко начнем туда ой блин эти все обратно бежать только расстояние ё-моё да ну хотя не очень далеко на мышь тут просто долго бежали тоже читали тут все подряд да они я я а а вот и а это и Мы здесь, в центре Нью-Йорка, и никто не увидел этого. Это невероятно. О, паучинка! Приз, летучий мусор. Думаю, за то, что я вот этого убивал щитом. Щитом убивал. Опять. 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 Надоел. Надо было захватить его раз. Скорее. Ай-яй-яй! 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 Так. Обыскать лабораторию Дарлинга. Скорость восстановления энергии. Задача. Наверное, не буду я это брать уже все второго уровня, потому что, ну, смысл. Я это все разбираю. И ничего особо с этого не получаю. Только время трачу на это все. Так. Это мы откроем. Вот. Это возьмем. Нафис. Теклонение с 18. Это мы все второго разбираем. Давай так сделаем. Все. Просто все, что второго уровня есть, все разбираем. Вот. Все. Теперь все это соберем. Все, что тут есть, все соберется. Так. А, кстати, да, у нас все это к концу подходит. Так. Я даже не заметил. Так. Что тут лежит? Что лежит? Обложка альбома. Мне было 9 или около того, когда я нашла отцовский альбом «Древние боги». Я сразу же стал большой поконницей Джейси. Так. Хорошо. Давайте здесь тогда остановимся. Я не знаю, где здесь есть какое-то сохранение. Но мы вот здесь, наверное, остановимся. Тут нам надо как раз кнопку нажать будет. Вот. И в следующей серии продолжим. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok